МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амшекшара. 2 июля исполнилось 26 лет со дня высадки морского десанта в районе села Тамыш во время Отечественной войны народа Абхазии. В памятный день в селе Тамыш к мемориалу славы были возложены цветы. В церемонии принял участие президент Рауль Хаджимба. 2 июля 1993 года в селе Тамыша Чемчирского района с моря высадился абхазский десант. В Тамышской операции под командованием Заура Зарандия участвовало около 300 человек. Именно эта операция стала переломным моментом в ходе Отечественной войны народа Абхазии и предопределила ее исход. Ежегодно 2 июля к мемориальному комплексу в селе Тамыш приходят ветераны, военнослужащие, представители общественности, молодые люди и все, кто считает важным в этот день почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии и героев. 2 июля 26 лет назад высадка Тамышского десанта ознаменовала начало военной операции, на которую возлагались большие надежды. Конечно, мы ждали этот десант. Нелегко было, нелегко. Со всех сторон обстреливали и берег, и на ту боржу, в которую десант шел. Однако, мужественные ребята, которые были в этом десанте, высадились, примели бой на том месте, где мы сейчас стоим, район школы. Были жертвы, ранения. Это не только десанту, но и те люди, бойцы, которые сражались здесь. На том участке Тамыш-Лашкендар десант принял самое активное участие. И после высадки все эти дни шли жесточенные бои. Ветераны не любят говорить о войне. У каждого из них своя история. Однако, с некоторыми из них нам удалось пообщаться. Джумбер Беби с самых первых дней войны встал на защиту Родины. Он также один из участников Тамышской операции. Мы выполнили приказ главнокомандующего. Мы проходили специальные сборы. Если говорить о горно-стреловом батальоне, именно десанта, оно состояло из 112 человек. Это дэнских и кубанских казаков. Шамиля Басаева группа. Это были непростые ребята. Из боевого батальона Шаратен 25 человек лучших, из лучших бойцов, были прикомандированы. Наши братья с оружием в руках, которые защищали вместе с нами нашу Абхазию. Это 25 человек. Это из Турции, из турецкой диаспоры. В результате хорошо спланированной операции поставленные задачи были выполнены. Враг понес большие потери в живой силе и технике. Тогда, в ходе боевых действий, бойцами абхазской армии были уничтожены десятки единиц вражеской техники. А множество орудий захвачено в качестве трофея. Высадились мы не очень-то удачно. Если бы нас, значит, прогулочные катера, которые были вооружены норсами, птурсами, пулеметами и так далее, если они в сопровождении баржи, еще второй баржи, на котором был, значит, так называемый БМ-21 град и вместе с боеприпасами, нас могли, в принципе, и потопить, а это рано утром. Ну, мы же точечную информацию имеем, и после войны лично эти пушки и гаубицы видел возле порта, когда они поняли, что это никакой не сейнер, а возможно, что, значит, абхазцы будут высаживать десант, и прямой наводкой, значит, нас стали бить. И при развороте, представьте себе, даже наши корабли там столкнулись мощнейшим ударом. Слава Богу, ничего не стетонировало. Наши катера, если честно, все приблизились к морпорту и вступили в бой. В ходе тамужской операции погибли 12 человек, 38 бойцов были ранены. Но, несмотря на потери, эта операция предопределила победный исход войны. Гугу Цавардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 4 июля на горе Ахбек будет открыт мемориал погибшим воинам десанта отдельного стрелкового батальона «Горец», сообщает Союз ветеранов батальона «Горец». В 11 часов состоится возложение цветов к мемориалу в парке славы в Сухуме. Затем члены Союза ветеранов «Горец», а также родные и близкие погибших десантников направятся на Ахбек, где пройдет официальная церемония открытия мемориала. Рауль Хаджимба принял вдову генерала Уалида Маршан Джансет Казенба, которая в эти дни находится в Абхазии. Указом президента за вклад в укрепление связи между Республикой Абхазии и Сирийской Арабской Республикой, а также в решение внешнеполитических задач Абхазии, депутат сирийского парламента, руководитель благотворительного фонда памяти погибших в военных действиях в Сирии, Джансет Казенба награждена орденом Ахдапша третьей степени. Мало кто в Абхазии не знает имени Уалида Маршан, один из видных военачальников Сирийской Арабской Республики, который практически всю свою жизнь посвятил сближению абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной, а также способствовал возвращению репатриантов в Абхазию. Приветствуя супругу генерала Джансет Казенба, Рауль Хаджимба отметил, что с большим теплом вспоминает визит в Сирийскую Арабскую Республику и встречу с семьей у Алида Маршан. Кроме того, как подчеркнул глава государства, для Абхазии очень важны дружеские взаимоотношения с Сирией, и руководство страны приложит максимум усилий для их развития по всем направлениям. Мы хорошо знаем ту работу, которую вы делаете в парламенте, мы видели то отношение ваших коллег к вам, и мы гордимся, что у нас есть там брат, который рядом с руководством Сирии и делает все для того, чтобы война закончилась. А говорю это вам не как просто дочери Абхазии, которая живет сегодня в Сирии, а как представителя законодательного органа, который активно работает в сфере дальнейших наших взаимоотношений, наращивания этих отношений. Это вопросы, связанные и с экономической тематикой, и финансовой деятельностью. Это вопросы организации соответствующих учреждений, посольств, как на территории Сирии, так и на территории Абхазии. Джансет Казанба поблагодарила Рауля Хаджимба за теплый прием и сказала о том, что не могла не приехать в Абхазию, находясь с рабочим визитом в Сочи. С сожалению, отметила, что ей не удалось присутствовать на открытии памятника у Алиду Маршан. Джансет Казанба выразила благодарность за то, что в Абхазии так бережно хранят память о ее супруге. Я не смогла приехать, когда на мероприятие открыта память о Алиду Маршан. Вот я сегодня вместе с вами хочу вас благодарить, что вы для Алида Маршана такую память сделали. Я, как Джансет Казанба, жена Валида Маршан, депутат парламента Сирии, но обещаю вам, что мы будем всегда с вами работать. Хочу благодарить Бога, что я сама Абхазская. Абхазия – это моя родина. Несмотря на то, что я в Сирии родилась, Сирия тоже моя родина, но Абхазия – это для меня самое главное. За вклад в укрепление связей между Республикой Абхазии и Сирийской Арабской Республикой, а также в решении внешнеполитических задач Республики Абхазия, указом Рауля Хаджимба, Джансет Казанба награждена орденом Ахидзабша третьей степени. Джансет Казанба поблагодарила главу государства за оказанную честь и вручила ему памятный подарок. 70 детей соотечественников из Турции и Ордании собрал в Абхазии проект «Ахичтрах-2019», организованный Министерством по репатриации. В течение 9 дней детей ждет насыщенная программа. Это как многочисленные экскурсии по достопримечательностям и историческим местам Абхазии, так и различные встречи со сверстниками, флешмобы и многое другое. 2 июля участники лагеря «Ахичтрах-2019» побывали на могиле первого президента Абхазии Владислава Арденба в селе Ешера. Позложили цветы к мемориалу в парке «Славы» в Сухуме. Для них также была организована экскурсия в музей боевой славы имени Арденба. Детям подробно рассказали о первом президенте республики, об истории Отечественной войны народа Абхазии. В программе, составленной нашими специалистами для детей наших соотечественников, конечно, в первую очередь мы предусмотрели посещение самых значимых мест для нашего народа и нашей истории. Это, конечно же, в первую очередь мы сегодня посетили мемориал первого президента нашей республики Владислава Григорьевича Арденба. Детишкам мы разъяснили, кто был Владиславом Арденба, хотя они это знают. Но о заслугах этого человека, конечно, было особо подчеркнуто, чтобы дети знали, дети понимали по приезду в страну проживания, чтобы они могли своим сверстникам рассказать о нашей истории, о истории своего народа. 2 июля Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрирована политическая партия Амцахара, сообщает пресс-служба Центра избиркома. На предстоящем съезде партии будут озвучены кандидаты в президенты, в вице-президенты Абхазии. Напомним, что уже также зарегистрированы 4 инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Астамура Какалия, Астамура Тарба, Астамура Отрба и Алмаса Джапуа. Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазии началась 26 июня и продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. Астамура Какалия, выдвинутый инициативной группой кандидатам в президенты Абхазии, сдал экзамен на знания государственного абхазского языка. Экзамен, который принимала Государственная лингвистическая комиссия, прошел 2 июля в Центр избиркоме. В Абхазии при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в четвертый раз пройдет международный джазовый фестиваль «Сухум Аква Джаз». На этот раз в республику приехали квинтеты из Приднестровской Молдавской Республики Либерти, российский джазмэн Алексей Самарин и вокалистка, участница шоу «Голос» Валерия Гехнер. О том, что ждет любителей джаза, организаторы и участники фестиваля рассказали в мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия». Подробности в нашем следующем сюжете. Впервые международный джазовый фестиваль прошел в Абхазии в 2016 году. И с тех пор он с каждым годом расширяет свои границы и привлекает все больше любителей оригинального жанра. Ранние фестивали уже приняли участие такие популярные исполнители джазовой музыки, как Рональд Бейкер из США, высококлассный импровизационный пианист Армен Мирабов, талантливый петербургский музыкант Алексей Чермизов, блюзовая группа Red Rocks. В основном все джазовые композиции исполняются на иностранном языке и самое главное – вживую. Именно этот факт больше всего ценят любители жанра, так как джаз предполагает импровизацию, а значит каждый концерт и каждое выступление артистов неподражаемо. Четвертый международный джазовый фестиваль «Сухум Агва Джаз» откроется 3 июля. В первый день на сцене Абхазской государственной филармонии выступят квинтеты из Приднестровской республики Либерти. В их исполнении впервые в Абхазии прозвучат композиции на инструменте баджо. Тот уровень исполнительства, который присутствовал на этом фестивале в предыдущие годы, подталкивал нас к тому, что мы бы тоже хотели подтянуться к этим замечательным музыкантам посредством участия в этом фестивале. И мы привезли программу, которая является нашей такой визитной карточкой и нашим основным направлением и творческим видом деятельности. Это джазовые стандарты, дикселент, блюз и определенные обработки фольклорных тем в дикселенте. За четыре года Сухум Агваджа стал одним из самых заметных и ожидаемых событий в культурной жизни страны. И на этот раз, 3 и 5 июля, ценители музыкального искусства ждут насыщенные джазовые вечера. Каждый год это практически новые музыканты, новые программы, новые горизонты джаза, можно так сказать. И мы счастливы, что рядом с нами всегда Министерство культуры и охрана историко-культурного наследия. Во второй день фестиваля, 5 июля, на сцене Абхазской госфилармонии выступит российский джазмен Алексей Самарин, вокалистка Валерия Гехнер и абхазский музыкант Денис Хагба. Алексей Самарин в Абхазии не первый раз, однако он рад возможности еще раз побывать в нашей стране и порадовать любителей джаза своим мастерством. Играть мы будем в два отделения. Первое отделение будет моя авторская музыка. А второе отделение выйдет прекрасная Лера Гехнер, она будет петь джазовые стандарты, но в интересном прочтении, то есть не совсем в традиционном джазе. Как говорят организаторы и участники фестиваля Сухум Агва-Джаз, обещает быть интересным и зрелищным. В конце пресс-конференции организаторы фестиваля вручили билеты на его открытие директору культурно-благодворительного фонда Ашана Мактини Джинджоли, который попросили передать подопечным фонда. В связи с плохими погодными условиями, которые были в Абхазии в последние дни из-за падения деревьев и веток в некоторых районах республики, произошли обрывы линий электропередачи и перехлесты проводов. Только за последний месяц из-за удара молнии вышли из строя около 20 трансформаторов. После прошедших ливневых дождей в селе Нижняя Ишера несколько домов остались без электричества. Упавшие деревья и опоры повредили линии электропередачи. Сложность ремонтных работ заключалась в том, что к месту аварии практически невозможно было подъехать на специальной технике. Однако сотрудники Черноморэнерго все же нашли выход и уже приступили к ликвидации последствий стихии. В ближайшее время в этом районе линия электропередачи будет восстановлена. Работы начались в связи с тем, что на конце линии у нас качество электроэнергии было сильно занижено. И при сложных погодных условиях были частые выходы из строя узлов сетевых. И в связи с этим были предприняты данные работы для восстановления электроэнергии данного участка в должном порядке. Было установлено около четырех опор, еще будут установлены около десяти опор. В общем, у нас участок сетевой реконструируем, мы около 600 метров реконструируем линию. И на этом мы завершим работу в данном участке. В Сухоми стартовал девятый международный турнир по баскетболу среди мужских команд на Кубок второго президента Абхазии, первого президента Федерации баскетбола Сергея Абагабш. В соревнованиях принимают участие сборные команды Абхазии, Карачаево-Черкесской республики, ДНР, а также команды городов Славянска на Кубани, Волгограда, Шахты, Астрахани, Беслана и Докучаевска. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Валерий Бганба. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. В девятый раз открылся международный турнир на Кубок Сергея Абагабш, ставший уже традиционным спортивным мероприятием, собирающим в Сухоми как любителей баскетбола, так и профессиональных баскетболистов. С каждым годом количество команд-участниц растет, как растет и престиж турнира. Участвую второй раз, второй год подряд с удовольствием. В прошлом году откликнулся на предложение руководителя нашей команды. Эмоции максимально положительные. Почему? Потому что это хорошая возможность отдохнуть, хорошая возможность поиграть в любимую игру, встретить друзей, с кем играли раньше. Я думаю, для всех это хорошая возможность. Приятно наблюдать, что с каждым годом команд становится все больше. Приехали сюда впервые по приглашению. Нам здесь очень нравится, вы очень гостеприимные. Берем с вас пример, как вы нас встречаете, как организация. Нам здесь очень все нравится. Мы город, который, докучаясь, который граничит сейчас боевые действия, там идут, в нашем городе именно спасает именно спорт. То есть какая-то отвлекаемся на это. Так что, куда-то выехать, где-то поучаствовать, для нас это аж очень даже приятно. В торжественном открытии турнира также приняли участие родные Сергея Богабш. Спорт занимал в жизни Сергея Васильевича особое место. Напутственные слова участникам состязаний звучат сегодня от друзей и соратников Сергея Богабш. От тех, кто вместе с ним создавал данное международное мероприятие. Сергей Васильевич, он не только был хороший спортсмен, баскетболист, он был вторым президентом республики Абхазия и сделал очень много для того, чтобы Абхазия была признана Российской Федерацией и другими субъектами международного права. И было сделано за то время, которое ему было определено, он сделал все, что от него зависело в плане строительства Абхазского государства. Мы в девятый раз вспоминаем одного из лучших сынов Абхазского народа Сергея Васильевича Богабша. Мы с вами будем участвовать в очень интересном и содержательном турнире, который определит победителя девятого турнира. Я искренне желаю вам всем интересных, содержательных игр. Я надеюсь, что наша судейская коллегия проведет этот турнир исключительно на высоком уровне, и вы все будете довольны. В рамках турнира в Сухуме также пройдут тренерские семинары. Их будет проводить директор Санкт-Петербургской высшей школы тренеров по баскетболу, мастер спорта СССР Сергей Илевич. Турнир на Кубок памяти Сергея Богабша организован Государственным комитетом по физической культуре и спорту при поддержке администрации города Сухум и сотовой компании Амобайл. Таким образом дан старт девятому международному ежегодному турниру на Кубок памяти Сергея Васильевича Богабша, который завершится 6 июля. А в первой игре турнира встретились сборная команда Абхазии и Волгограда. Об итогах этой встречи и о том, как будет проходить турнир, подробно расскажут в эфире Абхазского телевидения мои коллеги из программы «Аспорт Адуны». Саид Жарсалия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов, температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Яшин шел с двумя сумками, и я обратился к нему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok